О том, как надо готовиться к матчам, стоит спросить у десантников. До открытия турнира целый час, а команда уже здесь. Приехала на разминку почти за полчаса раньше соперников. Да, да, мы специально так сделали, мы специально приехали заранее сюда, чтобы размяться получше, чтобы ничего себе не потянуть, потому что еще в части заниматься каждый день. Мы очень сильные, мы очень жесткие десантники. И пусть здесь собрались не топовые футболисты, со спортом знаком каждый. Вату на поле не катают, и даже наоборот. Трибуны, кстати, не пустуют. За турниром наблюдаем мы с моей коллегой Татьяной Данько. Наши обсуждения перекрикивают шумные болельщики. На турнирах команды силовых структур поддерживает и военный оркестр. На турнире четыре команды из участников спецоперации, военнослужащих и сотрудников силовых структур региона. Пока МЧС крепко играет против Следственного комитета, больше внимания к соседнему полю. Там выясняют отношения ВДВ и Росгвардия. В начале второго тайма 1-0. Начался второй тайм. В игре между МЧС и Следственным комитетом пока 0-0. А вот здесь уже идут продвижения. ВДВ вырывается вперед, и за этой игрой смотрит мой коллега. Герман, как проходит игра? Игра замечательная. На самом деле очень жарко получается. И десантники, и команда Росгвардии настроены на победу. Но я думаю, что нам лучше с действующими лицами пообщаться. Мы на бровке находимся, и прямо здесь тренер Росгвардии. И вправду очень жарковато получилось. Ну, что-то мне чувствуется, должен... Гол должен пропустить. Вот сейчас пустые ворота не забили. Ёкнуло что-то в сердце? Ну, а у меня в течение уже 35 минут всё ёкает во время игры. Пропустили, оставили мы Лео нападающего ихнего. И воспользовался моментом. Получается, его не увидели. И пока Росгвардия пыталась созидать в ожидании гола, мяч забили. Только основа десантники. И сделали счёт 2-0. Вы наш герой, автор второго забитого гола. Скажите, пожалуйста, почему вы сразу после гола вышли на замену? Чтобы дать команде поиграть больше. Игрокам на замене. И время поиграть было у всех в составе. По регламенту, каждая команда провела по три матча. Против каждого соперника по круговой системе. Турнир благотворительный. Организовали его волонтёры, группы заставропольских десантников. Идею после очередной заявки от бойцов с передовой поддержали краевые министерства спорта и молодёжной политики. А также администрация Ставрополя. Футбол может посетить абсолютно каждый. Он абсолютно бесплатный. В конце турнира мы будем разыгрывать призы от наших партнёров. Цена билетика у нас получается лотерейного – 1000 рублей. В этом и идёт суть благотворительности. Все собранные средства направят на закупку техники для бойцов 247-го десантно-штурмового полка. Герман Кудеяров, Татьяна Данько, Иван Датсунов, Ставропольское телевидение.